друзья всем привет что сегодня у нас 7 ноября 2021 года собственно наконец-то я сочленил собрал воедино то что хотел значит не прошло и месяца как я привез с транспортной компании задний мост от мини трактора scout впоследствии мост я поставил укоротил и под колею 70 чуть больше 70 получилось если посмотреть по передним колесам задние колеса чуть-чуть шире колеса стоят такие же ширина у них 5 дюймов какие на передних колесах то есть 5 на 2 на действий не но благодаря тому что они стоят на сапах оси сапс стоят они как бы примерно соосны с передними колец колесами дальше чё значит установил вот я показал вам же да то есть рычаг поворота поворотная тяга вот так вот все поворачивать сейчас бы все очень легко и просто задний поворотный мост значит здесь впереди впереди сам мотоблок что сделал значит я сделал подрамник переварил полностью то есть убрал там меня стояли уголки на 50 уголок стоял и к этому уголку стоял вот этот вот прицепное скажем так устройство под роторную косилку значит уголки я убрал взял швеллер десятку сюда вот так вот вварил здесь дело в том что у меня уголки держали всего на болтах здесь на двух болтах с одной стороны и на двух болтах с другой стороны на двигателе вот и в них была сделана такая такая прорезь здесь у меня шел стояли ролики поворотные и ответные скажем так ролики на косилку вот и поэтому как бы ремень вот этот приводной ремень натягивался при помощи подрамника сейчас несколько тут другое вот у меня вот другая натяжка ремня там все еще пока в проекте но тем не менее все будет значит здесь с помощью уголка на и двух болтов то есть которые здесь стоят на 10 я поставил значит уголок прикрутил к сочленению коробки с редуктором вот и уголок еще прикрепила трава снизу будет видно там вот я его прикрепил одним болтом на болтом т.д. и на 12 которые держат сцепку мотоблочную соединил сюда два болта м10 здесь просто на сцепку сделал еще одну тоже пластину четверку таким вот образом здесь место выставил здесь значит обварил поставил тоже пластину сюда металлическую четверку здесь как бы в планах поставить китайскую автомобильную ребятку для подъема косилки так далее ну посмотрим как бы это пока только в планах может быть чего-нибудь другое вот значит аналогично с этой стороны точно также точно также сделал с этой стороны то есть поставил такой же швеллер значит закрепил его теми же самими болтами здесь получается тоже только то что фишка в том что двигатель стоит относительно коробки немного смещен в получается в правую в левую сторону по ходу движения вот 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 пусть он сюда больше смещен поэтому соответственно здесь пластины побольше вот размер пластин сюда из тоже уголок у них ажи неровно получилось но главное держится здесь значит здесь стояло свое заводское крепление то есть вот это вот сцепное стояла на валике вот здесь вот короче такой был геморрой точнее не здесь вот снизу стояла был такой геморрой я вот тут все заварил пластины наложил сюда тремя болтами на 16 как оно и было до этого скрепил и здесь поставил уголки и еще сделал такие вот раскосы на на швеллер чтобы она была как бы в трех точках она была соприкасалась собственно для чего это я делал ну во первых первое что все равно любое навесное оборудование будет только сил к будь то впоследствии возможно лопата будет стоять отвал да то есть она при движении дает нагрузку нагрузка вся идет основат на эти вот болты они держат двигатель двигатель держится на таком подрамнике но здесь такой металл стоит на подрамнике ну наверно двоечка ну троечка может быть максимум с краской вот поэтому чтобы снять нагрузку сделал вот такой вот я швеллер как бы и продолжил раму и тем самым как бы соединил 2 грамма мотоблока с с рамой адаптера это позволило как бы сделать вот это дальше значит что дальше благодаря своему весу а у меня здесь помимо вот это вот этой вот части вот здесь еще варен такой квадрат из швеллера наверное семерки на швеллера сварены вместе вот сюда отварены старые швеллера я сюда их варил для того чтобы ну как бы было соединение двух вот этих швеллеров и как бы скажем для усиления здесь в планах вот здесь в планах у меня просверлено два отверстия вот стоять противовес такой до груз скажем так вот здесь стоять который вот подвешиваться вот сюда на четыре болта м12 если я такой квадрат из не знаю там десятка на двенашка даже такой квадрат здоровый вот и сваренный из двух уголков его туда хочу вмонтировать его мы посмотрелась необходимость такая нужно вот то есть как бы для того чтобы придать весу сюда изначально хотел поставить его сюда перед редуктором но думаю вот большая нагрузка 5 1 на двигатель что будет на крепление двигателя во вторых все равно здесь на весной к и бот косилка там либо что-то еще она дает свою нагрузку в принципе это будет некий баланс между навесным и задней частью мотоблока дальше что хочется сказать как бы смотрите двигатель стоит на нем сильно все вот я уже говорил называл три проблему таких мотоблоков дизельных с воздушным охлаждением первая проблема это отсутствие разблокираторов и руками все вы будете работать там между рядях умирать будете просто это проверено опытом скажем так если сто семьдесят восьмой двигатель еще более-менее он полегче то сто восемьдесят шестой диктильный он естественно дает нагрузку большой на руки соответственно будете быстрее уставать эту проблему я решил путем посоединения вот адаптер то есть работа сейчас на адаптере понятно что в между ряде где-то в картофельных я работать на нем не буду а вот для того чтобы где-то что-то там подкосить привести и так далее это вполне себе вполне себе подойдет дальше что значит вторая проблема это высокая скорость отсутствие низких передач проблем у меня остается как бы нерешенной и третья проблема это низкий вес мотоблока при 9 сильной дизельной установки у чтобы там кто не говорил сколько там китайских лошадей умерла но тем не менее двигатель достаточно тяговитый для этого мотоблока и для того чтобы он обрабатывал свой скажем так ресурс ну хотя бы процентов нам на 80 вот нужно необходимо чтобы масса мотоблока было двести пятьдесят килограммов то есть вот сюда вот на вот эту вот ось но соответственно редуктор удавила 250 килограммов вот тогда он будет показывать свои характеристики скажем так при работе либо при транспортных работах там например тягани таких телек и так далее может при пахоте хотя вряд ли я думаю что на нем буду пахать чего-то но тем не менее то есть вот вот этот нюанс тоже нужно учитывать и поэтому чтобы добавить весу этого мотоблока что он банально буксовал на каждый когда я его изначально купил вот это да посещал с этим мотоблоком и просто даже не вез самого себя но и меня в гору высокая горка до резкая куда он просто буксовал вот не говоря что там что прицепить прицепе там наложить на него к этому груз поэтому я делал здесь до грузы так далее вот благодаря до грузом то у меня было в передней части мотоблока весил я до груз тогда он более-менее работал но колеса вот эти вот 5 на 12 которые стоят они узкие вот допустим работать в пахоте если на нем до папаха но вот я прошлый год пытался на нем пытался оборонил я на нем участок фрезерованный после активной фрезы тяжелого мотоблока в принципе он себя с одной бараной показывал намного лучше мне намного больше понравилось чем на обычном мотоблок тяжелом работать на мотоблоке то есть управление он намного удобнее но вот он буксовал две бараны он пищит нему потому что колеса узкие не зарывались вот и есть сейчас присмотреться здесь посмотреть то видно что клюв мотоблока чуть-чуть завален то есть все таки вот эти задние колеса они несколько выше стоят на сапах поэтому в планах у меня здесь на переделать первых колеса я хочу поставить мне есть зимняя на снежинка резина на 13 вот поставить их сюда я как-то одно время ставил их они мне были только тогда была проблема что я не соблел эту колею 70 сантиметров и они были несколько уже и соответственно как бы он был не устойчивый вот ну то есть на таких колесах можно будет только по ровной дороге а мне надо чтобы он по косогором и всяким этим тоже проходил поэтому со временем сюда поставлю меня есть оси разблокиратора где стоят оси на подшипниках я их заварю буду ставить их чтобы вот этого геморроя не было что у меня я выехал у меня вот эти вот флянцы отрывало постоянно это болезнь этих мотоблоков потому что вот здесь что что приварено просто как бы на пихо ну как приварено да их постоянно рвет потом начинают думать вот эти диски соответственно в общем вот часто если я езжу меня колеса ходит вот так вот этот все это касается всех таких мотоблоков которые работают ну вот который скажем ось на ось надевается шестиграней вот виде ступицы на колесо так что вот такие дела вообще получились у нас дай бог сейчас до груз до груз поставил как бы он себя чувствует увереннее самое главное когда видео до этого снимал про задний поворотный мост не спрашивали почему типа ты решил отказаться от переломки я бы переломка слова переломывается и слова ломается да я имел ввиду не то что он сам по себе ломается нет вот это вместо с шарнира сочлененная рама как она была сделана здесь она была крайне слабым местом то есть там постоянно тупой как говорится ездил и думал о том что не дай бог что-то не сломалась не переломилась потому что каждый синокос у нас начинался с того что у нас ломала вот этот валик у меня надо было ехать снова к токарю заказывать это время в летний период это очень дорогостоящие скажем так процедура поэтому нет от этого я решил отказаться раз и навсегда можно было конечно усилить вот этот именно узел перелома там поставить например газовскую ступицу да как-то и сделать не можно было но как бы я считаю что шарнирно-шарнирно сочлененная рама она оправдывает себя в том случае если у вас два ведущих моста вот тогда вопросов нет да два ведущих моста тогда эта рама идеально но когда мост один ведущий а второй мост просто как бы но смысла в этом большого я не вижу плюс ко всему опять же когда у вас допустим я про себя опять же говорю для меня например мне надо чтобы у меня были ручки управления подъема косилкой стоят с этой стороной с этой стороны и когда при развороте в лево получается рычаг рама уходит до рычаг уходит вперед за ним постоянно приходится тянуться ну как вот это вот как минусы были плюс ко всему здесь вот этот участок он не позволял допустим сейчас у меня здесь есть место да я могу здесь что-то нам всем разместить еще добавить ну так на всякий случай то есть у меня это статично раньше здесь был шарнир сочлененная рама находила в разные стороны поэтому это было было минусом вот основная как бы идея и основная причина почему я переделал его воды ну скажем так вот так как переделал это вот как раз таки для того чтобы исключить вот это вот место перелома и место сочленения как хотите но все в принципе по развороту примерно я скажу так я попробовал сейчас по угол разворота примерно равен тому который был на переломке то здесь как бы кардинально ничего не поменялось это примерно метра два с половиной ему надо для того чтобы полностью развернуться на триста восемьдесят триста шестьдесят градусов это да по управлению но по управлению могу сказать так если кто знаком то есть если вы работали допустим на тракторе 150 или к 700 а потом сели на комбайн него например 0 на любой другой комбайн то есть вот примерно то же самое то есть или когда у вас передняя допустим поворотная балка классическая даю поворачивать колеса за ней поворачивать весь трактор машина до например шарнина сочлененная понятно слава ломается полу рама здесь не плавно поворачивать здесь поворачивается получается задняя часть то есть задний мост поворачивать и плавно так вот передвигаетесь эти прямо по разу и вот так вот получается вот по такому вот окружности вы разворачиваете в принципе это будет на я считаю что при использовании передней косилки то есть это вот себя вполне оправдывать то есть была у меня идея сделать косилку заднюю на этот мотоблок то есть переделать там есть мне задумки но я думаю она будет работать не будет несколько хуже из передняя косилка она все-таки здесь будет себя оправдывать я ее маленько переделаю уберу вот этот угол если рама стала рискать пониже там был очень острый угол был вот угол будет несколько положи и я думаю все будет у нас получаться ну как бы вот так вот вкратце ребят рассказал то что делал для чего все это было задумано для чего все сделалось впоследствии думаю мы здесь как бы есть идея сделать капотик на него закрыть все двигатель то есть как бы чтобы все было так культурно да ну и там по возможности сделать может быть какой-нибудь навес на над собой чтобы когда на стенокосе работаешь и будет такая дождевая погода сегодня вот место сейчас для этого есть но это все будет уже ближе к весне когда будет более-менее теплая погода потому что сейчас уже пошел снег я думаю через может дней пять-шесть недели у нас становится снежный покров поэтому вот неделю занимался ничего не снимал не не потому что просто будет ребята никогда противном случае я бы не успел вот сегодня пошел уже снег задул такой ветер прям последние последние там гайки докручивали вот сегодня уже что называется по снегу вот часто первый раз выехал попробовал так вообще посмотрел в принципе пока приноравливались что вот так вот ребят такие дела все на этом всем пока до новых встреч увидимся на моем канале до свидания